девочки всем привет я как и обещала сегодня буду снимать салат который я готовлю на зиму и название у него нет я его называю баклажаны слоеные этот салат мы готовим уже больше 30 лет меня научила его делать свекровь сначала я вместе с ней готовила потом конечно сама и что я хочу рассказать что мне потребуется для этого салата баклажаны перец помидоры чеснок горький перец у меня два строчка укроп пучок большой укропа у меня вот здесь мало укропа это я на груди собрала я укроп замораживала поэтому я его еще добавлю нужно ну как по мне мне нравится когда много укропа и я поэтому столько кладу сейчас я вам расскажу вы мне начнете спрашивать сколько килограмм баклажан сколько килограмм перца помидор и так далее вот знаете этот салат вот вы его сами как бы собираете естественно вы сначала баклажаны пожарите перец у нас будет свежие помидоры тоже свежие чеснок у меня вот я даже стакан как бы его начистила чуть больше полный с горкой стакан и поэтому вы будете регулировать сами может быть вы сначала попробуйте изготовить две баночки если вам понравится вы будете уже потом сами смотреть сколько и чего вы будете класть больше вот эта чашка моя желтенькая весит 100 грамм и вот здесь вот у меня кило 200 показывает значит килограмм 100 грамм у меня перца я тоже буду смотреть если мне будет мало то я добавлю пойду еще нарву и добавлю перца сюда теперь приблизительно я буду вам все говорить приблизительно у меня получилось здесь кило 600 килограмм 700 ну 100 грамм вот это вот как бы разносит ну пусть килограмм 600 грамм баклажан тоже если мне будет их не хватать я добавлю еще поджарю это я для вас взвешиваю девочки и килограмм 600 грамм помидор ну вот как вы уже увидели у меня тут чеснок больше стакана укропа вот смотрите какой пучок и еще тоже добавлю будем смотреть давайте будем смотреть может быть для кого-то это непонятно но кто уже хозяйка со стажем опытная она разберется увидит все ну и я постараюсь вам все объяснить если будет что-то непонятно то вы будете мне писать комментарии я вам буду все рассказывать я сегодня снимаю опять одна муж у меня на работе ой некогда нам как-то вместе чтобы снимать поздно приезжает поэтому мне будет очень сложно снимать я мастер я очень плохой но постараюсь все показать банки кстати сказать у меня будут под закручивающими крышками я их уже помыла и поставила в духовку стерилизовать на 100 градусов сейчас они постерилизуются минут 7 потом я отключу еще раз постерилизую я стерилизую три раза кто как хочет можете стерилизовать все сейчас я начинаю резать перчик девочки как вы поняли перец я режу соломкой сейчас я весь изрежу перчик и потом снова включу дорезаю девочки перчик все уже перерезала столько нарезала сейчас вот дорежу и буду туда крошить чеснок я вам уже показывала в прошлом видео мясо делала купила себе вот такую вот мельницу для чеснока сейчас буду молоть в ней чеснок трудоемкий это процесс представьте вот столько на этой мельнице тяжело мне если бы сила была то конечно бы легче было так я чё хочу сказать может вы блендером его измельчить и вот девочки измельчила я чеснок сколько тут у меня получилось в граммах ой слепая 200 200 грамм 200 грамм получилось сюда его тоже ну это потому что мне нравится остренькая сейчас буду мельчить укроп тоже его сюда придется взять кастрюлю нет у меня чашки большой что-то чтоб это будет это все перемешать вот девочки добавила я сюда свежемороженого укропа дымок от него идет теперь это мне все надо перемешать и посолить но я буду наверное солью сразу примерно вот горсть посолила чё ложку считай ложку и вот вторую две ложки соли я сюда насыпала кастрюлю неохота отрываться от процесса перемешивания но надо чеснок и горький перец добавить сразу что все хорошо промешать перчик измельчила вместе с семечками сейчас добавлю его в кастрюлю ох горький их надо промешать все промешала теперь вот выложу все в чашку чтобы у меня тут кастрюль не стояла ну что девочки привет вам от меня я снимала 1 теперь вот пришел мой муж мы уже с ним на ужинались теперь дальше продолжая вот это вот то что я помните нарезала смотрите то у меня сок какой тут уже вон сколько жидкости видите плавает в жидкости вот мне это нравится это очень хорошо стоит дальше открыла для вас показать сейчас я уже наконец приступлю к баклажанам когда будете жарить баклажаны вот постарайтесь чтоб вот таких вот штучек не было я сковырнула здесь просто кожица какая-то не такая оказалась какой-то уродливый и еще что советую их тоненькими не резать резать примерно вот по полтора сантиметра как ты думаешь что полтора сантиметра есть нет больше ну вот по сантиметру это и поболее чуть-чуть потолще сейчас я их порежу вот в чашку положу солите и когда жарить не буду вы все увидите для начала нужно их порезать я их порезала сейчас я начну их жарить жарите я буду их двух сторон на масле на подсолнечном девочки вот так я обжариваю с двух сторон но надо чтобы они мягкие были видите они впитывают очень много масла не поверите это бутылка была ну вот так вот у меня почти полная ну сами знаете как жарить баклажаны уже опытные хозяйки уже может кто и неопытный ну в общем очень много масла вот видите сейчас у меня тут масло и еще не на самом высоком огне это у меня надо чтобы они были мягкие прожаренные внутри не сырые продолжаю собирать после того как я пожарила баклажаны я вот уже одну баночку положила этих разложила я прям реально говорю вам что это собираешь поэтому я и говорила что я никогда не завешивала баклажаны ну конечно вот такими порциями это мало я никогда не делала я делала гораздо больше вот смотрите 4 я положила дольки 4 кружочка вот баклажан теперь неудобно так снимать будет ну как получится вот увидели какие толщиной тоже примерно один сантиметр режу помидора где-то вот так вот три кладу сюда немножко присаливаю хоть я там и солила но я подсаливаю всегда и теперь вот щедро так берем ложечку вот этой смеси и даже и еще так вот не забываем что это у нас острая если вы любите сильно острая но надо побольше положить горького перца и так далее вот такие вот так вот следующем следующий слой опять баклажаны у меня четыре я кладу теперь помидорку могу две положить так когда мы кушаем мне нравится конечно помидоры они там сок дают рассол так вкусненько получается чтобы их там было много мне не очень нравится баклажан должно быть больше но это на мой вкус вот ложка жидкости сюда добавлю придавливаю теперь трамбовую и так далее вот так вот снова раз-два два ну сюда то я уже три положу тут уже тесные будет опять помидорку помидорку я заранее не нарезаю чтоб она здесь это сок свой сок из нее не вытекал вот прям с этим зеленым хвостиком кладу две положила хватит немножечко присолю на помидорку и снова этот эту смесь следующую так таким же образом баночку складываю опять вниз баклажаны по 4 кружочка нравится вам побольше кладите не жалейте опять помидорки неудобно конечно девочки снимать так это у меня пол литровая баночка у меня разного калибра баночки неудобно снимать и одновременно готовить а кстати сказать вот найти на эту массу которую мы там завешивали баклажан у меня ушло примерно 800 грамм грамм масла но вы видите сколько здесь остается скорее всего не видите какая чашка смеси мне придется еще дожарить баклажаны ну чтобы у меня это смесь не оставалось я вот по ней регулирую сколько мне баклажан надо помидоры то их чё не не режешь ничего так они сюда уж я не буду помидорки сверху вы сами смотрите творите как вам нравится что вам нравится побольше то и кладите я всегда за это но сейчас девочки я тогда доложу вот эти баночки у меня там еще есть помытые если что их добавлю чтобы у меня эта смесь не осталось баклажаны девочки и хватило вот у меня вышло 6 баночек а смесь осталась но помидорки еще добавлю поэтому я вот баклажаны еще завешала еще здесь примерно 700 грамм но это я для вас завешиваю видите сколько я тут размешала этой смеси много круче жарю сейчас еще баклажаны и что у меня получилось во первых я покажу вам пустые чашки и я еще добавляла 500 грамм помидор ну я же обрезаю кое-где так которые не очень вот одна помидорка осталась а это все пустое так теперь как у меня тут получилось из тех продуктов которые я вам завешивала при вас ну рассказывала что у нас получилось вот это у нас однако 700 даже 800 наверное граммовые банки вот это у нас пол-литровые что у нас тут вышло пол-литровых 5 пол-литровых и что тут и 650 граммовые где-то ну наверно вот это даже чуть побольше 700 грамм его ну пусть вот 47650 граммовых 5 пол-литровых и 2 наверное 800 граммовых вот какое количество банок у меня получилось сейчас я их поставлю в духовку буду стерилизовать вот эти вот баночки я буду стерилизовать 20 минут эти побольше минут 30 и эти следующие так распределю сейчас в духовке сразу поставлю вот эти подальше потом поближе эти и скраивайте и как у меня это все значит в духовке про стерилизуется я уже поставила крышки кипятить и я буду их закрывать я поставила крышечки воду они у меня тут варятся а здесь я поставила вот так баночки составила и у меня духовка на 100 градусов стоит и она у меня с конвектором сейчас значит не так чтобы они вот 20 минут я поставила и прошло а я подожду пока они нагреются вся закрываю духовку и жду . вот так кипят мои банки вот а вот здесь вот крышки сейчас я буду их закрывать уже время подошло я поставила горячую банку я взяла уксусную кислоту 70 процентную наливаю в чайную ложечку ну вот так вот я налила примерно половинку выливаю и закручиваю банку горячей крышкой все очень неудобно мне и переворачиваю так они у меня будут стоять и так следующую и следующую баночку за баночкой так наливаю уксусную кислоту вот так и беру крышечку ну все девочки банки я закрыла все теперь я их укутаю и пусть они стоят до завтрашнего пока не остынут всем девочки хороших заготовок отличных всем пока если вам понравилось моё видео ставьте лайки не забывайте подписываться на канал напишите комментарии буду всем очень рада и признательна всем пока пока до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok